Юра мог не дожить до создания Ласкового Мая. Каким нам покажет Шатунова, ставьте лайк и смотрите все подробности в этом видео. В конце 80-х начале 90-х годов человека, популярнее солиста группы, Ласковый Май Юрия Шатунова в СССР не существовало, его голос звучал, казалось, из каждого динамика. В то же время о его жизни было известно очень мало, да и то, что фигурировало в прессе, было скорее мифами. Мифами, которые преследовали Шатунова всю жизнь и через которые, как сквозь джунгли, трудно продраться к правде. Премьера документального фильма Юрий Шатунов. Неизвестный кумир, которая состоится 7 марта, в 18.00 на канале РЕН-ТВ, это серьезная попытка рассказать правду о Юрии Шатунове и разобраться в этапах его жизненного пути, начиналась все осенью 86-го. О своем звездном отце в фильме расскажут дети, Юрия Шатунова Денниса из тела, которых, пока они были маленькими, певец тщательно оберегал от внимания прессы. Среди героев фильма люди, которые хорошо знали Юрия Шатунова, еще с середины 80-х годов. С их помощью авторы, пытаются ответить на ряд непростых вопросов. Например, как получилось, что Юру Шатунова сдали в интернат при живой родне, в то же время именно встреча в интернате с Сергеем Кузнецовым и сделала из сельского мальчишки звезду. Один из тех, кто помнит Юру с дедомовской поры, Сергей Серков, одноклассник Шатунова и участник первого состава «Ласкового мая». Начиналось все осенью 86-го года, в Оренбурге, в интернате 2. К нам в класс перевели Юру Шатунова, рассказывает Серков. Зашел парень в спортивной полосатой шапке. Скромный такой. Но и вот, на уроке биологии его завели. Посадили. Со временем подружились. Куда делись миллионы долларов. В фильме раскроют подробности, как возникла группа «Ласковый май» и из-за чего распалась на пике известности. Почему Шатунов не получал ни копейки за свои выступления в «Ласковом мае» и куда делись миллионы долларов, которые он заработал. Будет раскрыто, какую в действительности роль сыграл в истории «Ласкового мая» Андрей Разин, который приписывает себе раскрутку группы, уверяя, что без его участия огромная страна Советский Союз не услышала бы песен в исполнении Шатунова. Но участники фильма утверждают обратное. Разин услышал песни Шатунова в вагоне поезда, когда они уже ушли в народ. Рафаэль Исангулов, близкий друг автора хитов «Ласкового мая» Сергея Кузнецова и участник первого состава группы, рассказывает. Кузнецов в феврале 88-го отдал кассету с записью первого альбома «В ларек» на Оренбургском вокзале, и через неделю эти песни слушала вся страна. Мимо такой группы невозможно было пройти. И продюсер нашелся бы обязательно. При этом Исангулов уверен, если бы этим продюсером стал не разин, то группа бы не распалась. Несколько раз Юру спасало только чудо. Узнают зрители и о том, что Шатунов мог и не дожить до создания «Ласкового мая». Об этом в разговоре с Эйфру рассказал режиссер документального фильма Александр Игудин, который дружил с Шатуновым 35 лет. «По всем реалиям того времени и обстоятельствам своего рождения Юра Шатунов не то что не должен был стать звездой, он в принципе не должен был дожить до возраста окончания школы», — сказал Игудин. В фильме описаны подробности о нескольких случаях, когда жизнь будущей звезды была на волоске и спасала юного Шатунова от неминуемой смерти, каждый раз лишь чудо. О феномене Шатунова в новом фильме также рассуждают многие известные артисты Шамон, Николай Басков, Дима Билан, Дмитрий Маликов, Алсу, Денис Клявер, Татьяна Буланова, Сосо Павлиашвили, Сергей Бурунов, Хабиб, Сергей Мазаев, Лера Кудрявцева, Андрей Малахов, Александр Шаганов, музыканты группы Биллис Бэнд и другие. Денис Клявер считает, что Юрий Шатунов был популярен из-за того, что попадал своими интонациями в сердце любого человека. Мне было 14-15 лет, я был рокером, слушал Алису, кино, и при этом параллельно ко мне залетал Юра Шатунов. Розовый вечер это был разрыв, говорит Клявер. Я прямо вспоминаю, это была дискотека, пионерский лагерь, первая влюбленность. Ты слушаешь Юру и сразу вспоминаешь, что ты ребенок в душе, человек солнца так назвал Шатунова Сосо Павлиашвили. На фоне огромного количества лжи, цинизма, фальши и гордыни вокруг Юра был безгранично вежливым, воспитанным и культурным, вспоминает Павлиашвили. Шатунов всегда уважал своих коллег, он был человеком с искрометным юмором и самоиронией. Юрский период. Не обошли в фильме стороной и тему скоропостижной смерти Шатунова, которая стала для миллионов людей шоком. Режиссер картины Александр Игудин полагает, что когда-нибудь эпоху Юрия Шатунова назовут «юрским периодом». После многих ужасных событий, произошедших в детстве Юры, судьба ему улыбнулась и долго оберегала от того, что в итоге случилось, говорит Александр Игудин. Удивительное совпадение, Шатунов родился в машине скорой помощи, в ней же он и закончил свой земной путь. Но остался его голос, остались его песни. Даже те, кто их не любит, знают их наизусть. И осталось незабываемое ощущение того, что здесь, среди нас был Юра. Этот период когда-то назовут «юрским». Я бы, конечно, предпочел, как и раньше, снимать клипы на новые песни Юры, добавляет Александр. Но судьба распорядилась так, что я сделал документальный фильм о его жизни, которая продлилась всего 48 лет. Как вам такие новости, напишите.